Она реально обжарилась, морковочка тоже зарумянилась Все, добавила соль, добавила перец, зиру Ревнуешь к моему плову? А ты ревнуешь к моему плову? Нет Да, 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 да Иди отсюда, хоть кто-то инспектирует Мои хорошие, всем привет, привет Вы на канале Пиратская жизнь, девчонки Всем привет Мальчишки тоже В общем, всем женщинам, мужчинам, бабушкам, дедушкам, мальчикам, девочкам Всем огромный-огромный привет Так, в общем, ребятки, у нас сегодня с вами по плану Мы хотим, точнее, я хочу Я хочу, чтобы мы, но получается, чтобы я В общем, у меня сегодня по плану приготовить плов Вот, готовить я буду вот в такой вот огромном сотейнике У меня есть вот такой вот сотейник Буду готовить немного, потому что у нас немного мяса Немного риса, в общем, много не хочу делать То есть, огромный казан, он хотел сделать в огромном казане Но я говорю, блин, я не хочу вот у нас есть вот такая классный казанчик такой что-то типа с отенечком и я его покупала на вайлберисе мне очень нравится здесь вот такая вот система смотрите интересно так вот раз крышечку и все она не мешается если что стекает я в восторге от этой сковородки в общем сейчас будем все делать на сковородке вот у меня сегодня свининка вот вовку на там занимается а вот у них внеплановое занятие у меня такой вот небольшой кусочек шейки вот я думаю будет очень вкусно сейчас я ее помою порежу все знаете сидела болталась наши подписчицы дианы и дианочки огромный привет вот мы с ней поговорили вообще обсудили всю эту ситуацию конечно прям вот тоже она так сказать в расстроенных чувствах что вообще сейчас происходит вот но как говорится как я уже ей сказал что нужно идти дальше нужно как-то вообще сосредоточить и не на плохих мыслях лучше сосредоточить на какой-то вот не за даже вот на той же сам бытовухи поэтому носите чтобы отвлечься от всей этой ситуации то что и сейчас по телику и вообще то что у нас сейчас творится там с каналом жизнью да нет вот этой уверенности во всем а вот самое лучшее оружие для меня это лично либо уборка либо готовка меня это на самом деле очень сильно успокаивает меня это вселяет какую-то уверенность какую-то стабильность потому что знаете вроде час ничего такого интересного не происходит вроде все как вот всегда день сурка там туда-сюда стали поедет приготовить там магазин сходили прибрались там день вроде как уже закончится да вот но с другой стороны то что есть стабильность то что есть на что уходить в магазин а то что есть что хранить в холодильнике это уже огромный плюс то что мы живы то что у нас сейчас весна погода с каждым не становится только лучше и лучше понимаете это и теряет какую-то вот надежду на лучшее ну а всякие вот эти вот и покупки дорогие там и путешествия и прочее прочее это все такая мелочь ребятки такая мелочь главное чтобы мы были живы чтобы ребята наши были живы чтобы все было хорошо и все рано или поздно наладится как раз они приятности эти которые нам делают внешние враги да они делают хуже только себе вот так что девочки я сегодня отвлекаюсь вам занят поэтому вся кухня в моем распоряжении я сегодня королева богиня царица если не подготовить ну что получится да у меня не такой традиционный там знаете плов вот можете называть мой плов каша мясо каша с рису нет мясо с рисом каши с рисом как как хотите а вот я не претендую на звание повара не претендую на звание мишлено но кое-что могу по крайней мере это вкусно все пошла быстренько помоем мясо а вот почищу сейчас парочку морковочек пару луковиц и начнем творить маки я вот тут смотрю короче передачу с юлией мечовой про жириновского еще молодой не молодой но в общем короче вот последний я так понимаю интервью владимира жириновского память вот здесь рассказывает вот хороший мужик вот тоже кстати рассказываю как тут нету не было друзей всю жизнь может быть знаете яркие люди такие так ладно короче смотрите я тут помыла мясо у меня как шейка порежем почистила морковочки 2 я их порежу не хочу именно как-то вот их тереть потому что морковка должна быть все-таки прослеживаться пару лучков и у меня такой знаете молодой молодой чеснок вот мы купили недавно я вот его почистил внутри конечно прям вообще чеснока практически нету но запах запах волшебный сейчас порежем мясо тушится тушится вот жири нос конечно тоже примут такая глыба такая глыба как же жалко что этого человека не стало ну конечно прожил прям яркую красивую такую жизнь как я уже говорила утром выпуска что для меня это человек это просто вот голыба да и прям очень жалко тоже дианы обсудили она тоже горки я когда узнала она живет не в россии диан а вот что когда умер жириновский то я прям расстроилась он прям как ванга нашем времени знаете потому что вот в политическом плане вот практически все что он сказал все избылось и сбывается так что нужно больше смотреть его выпусков что где он там высказывалась и так далее ну девочки не знаю как резать мясо наверное как-нибудь порежу достаточно средненько у меня шея то есть он такая легкая то есть не буду сильно мельчить чтобы мяско все-таки было готовлю я так что по вам у нас не лезет как получится получится куски хочу чтобы были нормальные в общем такие вот как кубиками да когда он будет к здорово мясо он у меня лежала мишка задохнулась запах какой-то такой значит так что-то я вас не хоть немножко но задохнул что-то я дырочку не сделала я обычно когда мясо покупаю или какие-то знать там продукты колбасу там и прочее я обычно как вы знаете дырочку делаю небольшую чтобы дышала дышала потому что пакеты которые упаковывают в магазинах они такие прям знаете не дыши а вот эти вот пакет который ваш магазине такие там другие они с перфорации то есть они как бы дают небольшой приток нужно готовить свежее мясо у нас все он какой-то сказать хорошие он может кстати говоря отбить а вот сухарики и сказка он тоже он тут рассказывает жириновский что не со всеми сходился мамы вот шесть детей было у мамы но он единственный как бы ее забрал как я поняла в москву вот что лет за себя и смотришь биографии вот этих людей вот таких вот ну яркие и как-то вот понимаешь что многие аспекты жизни и вообще да они схожи вот что мои что вот их я тоже считаю ярким человеку да потому что если я была не яркий человек только не было бы людей то есть знаете у меня как-то нет особо ближнего круга то есть мне хватает немногих людей вон мешание да то есть вот такого прям ближнего круга пускаю свое знаете личное пространство но вот людей которых знать как друзья там так далее у меня не так много но тем не менее где бы я не появлялась я как бы у меня всегда нет проблем с общением я всегда могу пообщаться поддержать беседу вот и как бы ну всегда привлекал внимание скажем так я бы не королева красоты но тем не менее я считаю что если у меня на канале в месяц практически почти по 3 миллиона просмотров 3 миллиона человек посмотрела за месяц это блин вообще много у нас на канале посмотрите 50 50 с лишним уже миллион там уже 51 миллион просмотров смотришь цифры такие прям ух когда это я все успела знаете вызывайте в людях эмоции будь то хорошие либо плохие это тоже нужно иметь талант согласитесь что не каждого человека такое может получиться так ладно я дорезаю мясо и отправляем его сейчас на сковородку дальше продолжается прожить москву про него рассказ так в общем короче мясо я порезала смотрите вот так у нас получилось а у меня сначала не был где-то грамм 800 вот сейчас наливаем масло масло не скупимся потому что плов очень любит масло ну и плюс у меня шея она еще как бы тоже много жира даст вот сейчас раскаленную сковородочку делаем у нас немножечко прижарится вот и можно будет туда уже отправлять всякие вкусняшки пробок пробок так все просто нагрелась так у меня есть крышка еще такая знаете там ее достали чтобы не было брызг есть у меня здесь вот крышечка я сейчас вам скажу я когда купила кстати мне тоже советовали одежки и выкинула ну вот вот дура оказывается я дура девочка дура у меня была крышка метода девочки посоветовали знаете она такая дырявая ну как вам сказать типа сетки и чё-то я купила один раз попользовался мечет не понравилось я выкинула ее на последний раз когда стивили этот линолеум я и подобычного а сейчас что-то я принял вспомнила и пошелела как так вот как-то печалька печалька в принципе она мне не очень что-то понравилось хотя кстати кто-то пользовался это специальная крышка антибрызг надо наверно было оставить мяско у меня жарится я тут распределила я сейчас пока не трогаю даю немножко запечататься жиру ну и чтобы за эти я заметила чем больше мясо и лозишь туда-сюда тем больше выделять из него сока этого не хочу режу лук честно не знаю как его резать он так превратится вот лук не люблю от него плачу у меня постоянно разваливается я не умею резкая тонко у кого она хорошо получается у креста я утром не любительница этого дела ну ладно это приходится в отсутствие мужа который сейчас занят заниматься домашнее делаем что время тормозить я решил приготовить по сути получится каша с рисом мясо с рисом рисовать у меня золотистый а пропаренный опаренный хотел сказать вот он лучше всего он не расходят потому что если брать каким-то басматель там для плова они там немножечко все-таки слипается а вот этот пропаренный рис он отлично отлично он у меня уже смотрит мяско дало немножко сока но я пока не трогаю сейчас пока дорезаю лук сейчас он у меня еще больше схватится кстати вот на таких больших сковородках очень удобно готовить большая такая поверхность и сразу все жарится плюс у нас крытая плита а вот и соответственно на ней двойная вот эта вот штука обработка точнее какого горелка двойная очень удобно этот штул крупный получился я вообще у полукольцами порезал как-то помельчить было так и чё нужно это делается вроде огонь у меня достаточно он не жарится нам благо не лишено не нужно потом я если благовядина говядина нужно долго тушить но раз раз и все раз раз не водолаз так сейчас перемешаем посмотрим наше мяско даем протушиться со ночью по тушится я к нему отправлю лук и морковь на большом огне я готовил видела как делает вообще настоящий плов на большом огне все по красоте делают у меня тут просто по-домашнему побольше огонечка сделать быстрее ну как-то обрабатывалась так сейчас на палец морковку лук я порезала осталось морковку но я лечить тоже не буду я сделал им тоже крупненько морковь вообще должно быть крупно очень сильно я смотрел там вообще чуть ли не вот такими кусочками кладут виднелось но и противном случае она будет как кашка муж по крайней мере я точно не надо натирать как некоторые найти натирают нет такой должна быть крупно порежем такие вот у меня брусочки будут вкусненькие хорошенькие вот такая вот морковочка что прямо так вот взял и понял что это морковь не мельчим такая будет морковочка мяско у меня тут уже вовсю тушится иди отсюда хоть тут инспектирует морковь крупно порезала это то а куда я снимаю все до снимаю хоть тут на ближе то приперся для отсюда для занятия ли чо вообще взял такую пришел команда тут уже дает морковь ему крупно порезала час морковь дорезу запускаем остыше дядя сюда мальчик вот так что почистила вообще он никакой его только максимум в плов потому что противном случае он невозможен никуда он смотрю он даже этих положение . положение барбар иди ну 10 барбарис не положил зиро ненавижу ее ненавижу он есть своими уставами чужой монастырь я не люблю зиро я не буду использовать ну такой зиро может положить да сейчас с этим мясо чем больше тушится тем будет вкуснее это я знаю точно так что пускай долго тушится даже с моим морковью морковь кстати вкусно все у меня вода выпарилась осталось только мясо у нас уже жарится ну чтобы она у нас не прогорела не угорела хотя я вообще видела нас как готовит утром вообще-то булькает и нам да даже я кидаю лук и кидая морковь и пускаем вместе это все скушивается нашу крупную морковку стоит морковь конечно некоторая крупновата ломаю как у меня горючка горячая сырым быть не может и все как у нас это потушка пойду помою рис рис так у меня листом рис 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 вот такой спорим этот смарт это знаете обработанный паром шлифованная сейчас пол пачки от цифра надо будет достаточно 10 по грамм этом грамм 300 такую палку будет самый раз вам промыла мы сейчас и что смотреть на мясо реально ведь и обжарилась он реально обжаривать и морковочка тоже зарумянилась это что вот получается вареное у меня прям вот настоящий настоящий почти плов я специально крышкой не закрываю даю чтобы это все прям реально вот так куда платит и корчика прожарилась такой хороший а плов же он и должен быть такой с рисом засыпем чесночок положим я только думаю достаточно риса или может быть еще разойдется не задается 350 грамм на такую упаковку такую кастрюлю много-мало знаю все у меня уже даже чайник закипает в общем я думаю можно сейчас солить перчить добавлять всякий дарь дарить борис посолить добавить рис отправлять заливать водой я целый пакетик такого барбарисика а вам супер любит эту зыру значит будет зыра но немножко перчик мне еще нужен сейчас перец соль и можно рис добавлять его добавила соль добавила перец зиру барбарис это можно немножечко перемешать последний раз огонек делать поменьше он не там жарится ароматы гуляют сказочные мяско отлично прижарилась морковочка тоже в идеальном состоянии я хорошо готовлю точно это дело надеюсь только не присолил так и добавляем рис наш он сказал что много даже мне кажется нормально разровняем добавим чесночок и замылил водичкой мне кажется даже немножечко маловато я бы честно еще бы добавил кладем чесночок вдавливаем туда и заливаем водичкой меня только что чанчик скипел говорит что нормально нормально тихо 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 здесь достаточно места то есть рису будет куда уходить заливаем до двух пальцев я думаю достаточно воды все так вот чесночок ниже можно закрывать крышкой какая красота получается я так делаю дырочки чтобы полностью рис с водой я вообще лавручку положила как красиво как вкусно запах ароман дочки я знаю что в плов не кладут укроп но я очень на самом деле это дело люблю поэтому я еще сверху потом посыплю укропчиком потому что я люблю укроп я люблю зелень вот это вот такой вообще на самом деле по традиционной я знаю что зелень не кладут вот такой вот у нас получается пробуем сейчас риск каждый это или же раскаутся еще но ты говоришь не влезет нормально на чуть-чуть воды что рис еще жестковат хороший и как я уже говорила вот я порезала короче укропчик люблю я тебя сейчас попробовала не такой уж он пересоленый нормально я тебе говорю рис имеет свойство впитывать чему добавляет рис когда пересолит суп и грудь мешочек насыпает рис но просто ты вот когда соли что он прям вообще практически не соленый его хочется посолить добавить его кетчупа такое здесь вот прям вот наш вот плов плов кто опять же это мясо хорошо от жарилась морковочка и проволачивать корак морковка она не жестко она не жесткая а чё ты ревнуюсь к моему плову да и что плов готов запах супер я очень закрыл крышечку распарился можно выключать и скоро кушать ну что попробуем уже на ужине что за плов у меня получилось на есть был вкусным получится вкусно у нас со свининкой обжарено все до 20 корочки все что есть что надо не вареный именно как вот нужно но остальное это все лишь моя интерпретация всех люблю всех целую видеть следующий выпуск я спасибо